Теперь нам нужно настроить подвал сайта. Для этого переходим в панель «Настроить». Здесь переходим в виджеты. В подвал сайта у нас разбит, сейчас спустимся, на 4 виджета. На 4 как бы столбца. Заходим в первый столбец, добавляем виджет «Текст», ищем «Текст». Помните, это была панель с виджетами и виджет с зонами, где мы переносили для сайтбара? Я вам говорил, что это первая панель. Так вот, есть вторая панель, она лучше тем, что вы визуально видите, что вы делаете. «Текст», «Заголовки», пишем название магазина, «Шоппастер». И теперь нам нужно, сворачиваем и добавить в следующий виджет меню навигации. Здесь виджет, сейчас найдем, вот меню навигации и выбираем меню навигации для клиентов. Все, сворачиваем и выходим из этого, из первой виджет зоны. Заходим во вторую виджет зону, добавляем виджет «Текст», в заголовке пишем «Контакты». У вас в описании под видео будет ссылка «Код для контактов», вам нужно его скопировать. Также там будет описание, какие контакты на какие вы можете изменить. То есть, пояснение будет. Я скопирую сайты образца. Когда вы скопируете имеющийся код, вы вернетесь вот к этому виджету, перейдете во вкладку «Текст», установите курсор мыши, кликнув левой кнопкой мыши и вставите код. В общем, там почитаете все пояснения к этому коду, что вы можете поменять. Сворачиваем этот виджет, переходим, выходим из второй виджет зоны и переходим в третью виджет зону. Здесь мы просто добавим виджет «Меню навигации». Здесь мы должны ввести название «Популярное», выбрать «Навигационное меню популярное» и выйти из этого виджета. Из этой виджет зоны. Теперь мы заходим в четвертую виджет зону. Здесь добавляем виджет «Текст». Пишем заголовок «У вас вопросы». Нам нужно вставить шорткод кнопки «Консультация». Во второй вкладке, где у нас мы брали, помните, код «Класс сплывающего окна», находясь в консоли редактирования, мы переходим во вкладку «Макс Баттон», где мы создавали с вами кнопку и скопируем шорткод кнопки. Вот этот шорткод «Макс Баттон Айди 1». Возвращаемся во вкладку, где мы настраиваем наш внешний вид сайта и просто во вкладке вот здесь «Визуально» вставляем скопированный шорткод кнопки. После сохранения, после того, как мы выйдем из этой панели настроить, он определится. Уже определится не как текст, а уже как кнопка. Теперь сворачиваем этот виджет и добавить нужно другой виджет. Изображение. Давайте. Загрузим изображение. Также это изображение будет у вас в описании, чтобы вы его больше нигде не искали. Это изображение. Также во второй вкладке, где мы брали код «Макс Баттон», давайте перейдем к странице «Все страницы». Нам нужна страница «Доставка и оплата». Вот страница «Доставка и оплата». Переходим, наводим на нее курсор мыши и кликаем «Перейти». Нам нужно скопировать адрес этой страницы из адресной строки браузера, вернуться во вкладку, где мы настраиваем с вами сайт, то есть где мы уже загрузили изображение. Тут справа чуть-чуть пролистаем вниз и вот есть поле URL. Удаляем все, что здесь есть и вставляем скопированную ссылку. Теперь кликаем «Добавить к виджету». И пожалуйста сюда. Но опять же, отступы все мы поднастроим чуть позже. И при клике вот по этой платерной системе клиент будет переходить на страницу «Доставка и оплата». «Опубликовать». Теперь нам нужно в копирайт-зону вставить ваши юридические реквизиты. Для этого мы закрываем панель «Настроить». Давайте спустимся вниз. Вот как я вам обещал, кнопка появилась. Цвета все мы потом настроим. Переходим в «Консоль». Сейчас не пугайтесь, сейчас будет немножко кода. Внешний вид, редактор, тем. Кликайте «Я понимаю». Кликайте. Видите, написано «Это дочерняя тема. Наследует шаблон из родительской. New Store». Кликайте по «New Store». Справа находите файл «Footer.php подвал». Кликаем. В общем, смотрите, вам нужно вот это, то, что я выделил сейчас. Код вот этот. То есть, смотрите, видите, div-класс, footer, сайт-инфо, сайт-инфо, текст-центр мы оставляем. И обязательно оставляем div, закрывающийся div, где есть вот это пояснение, сайт-инфо. Все, что между ними, мы удаляем. Прямо кликайте «Delete». В описании к этому видео есть пример, пример оформления реквизитов. Инструкция будет называться что-то вроде «Реквизиты». Вы берете, открываете эту инструкцию, копируете все, что там есть. Я просто скопирую с сайта образца. И вот сюда, между двумя этими div-ами, тегами div, просто вставляете текст. Кликайте «Обновить файл». Ждем, пока все это сохранится. Видите, синяя-зеленая подсветка, значит, все успешно сохранено. Переходим на сайт обратно, домик, перейти на сайт. Спускаемся вниз. Пожалуйста. Все у нас получилось. Сейчас объясню, для чего мы это все сделали. Все дело в том, что, во-первых, при продвижении своего интернет-магазина в поиске, Яндекс будет обращать внимание на то, есть ли у вас в копирайт-зоне реквизиты юридические. Также это будет обязательным требованием, наличие в копирайт-зоне юридических реквизитов. И если вы будете подключать сервисы автоматического приема оплаты, типа как робокасса, это будет обязательным условием. Поэтому раньше я этого никогда не показывал. Ну, собственно, поэтому это и есть платный курс, потому что здесь есть все то, что раньше не было озвучено ни в одном из моих бесплатных обучающих курсов. С настройкой подвала на этом мы закончили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова